Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 517. Выпишем в левый столбик существительные, правый – глаголы. Существительные отвечают на вопрос «Кто» или «Что?», глаголы отвечают на вопрос «Что делать?», «Что сделать?». Выполняя упражнение, пользуемся образцом устного рассуждения. Выберем три синонима к слову «дело». Итак, сомневаться, что делать – это глагол. Сомнение – это имя существительное. Колебаться – что делать? Колебание – имя существительное. Бег – имя существительное. Бегать – что делать? – это глагол. Резать – что делать? – это глагол. Резьбан – это имя существительное. Вставляем букву «З». Проверяем резать. Делать – это глагол. Дело – это имя существительное. Пахать – что делать? Это глагол. Пахота – это имя существительное. Пишем в левый столб. Работать – это глагол. Работа – это имя существительное. Косить – что делать? Это глагол. Косьба – это имя существительное. Вставляем букву «С». Проверяем «косить». Ходьба – это имя существительное. Проверяем ходить. Ходить – глагол. Ходьба – существительное. Труд – это имя существительное. Трудиться – это глагол. Дремать – глагол. Дремата – это имя существительное. Ненависть – это имя существительное. Ненавидеть – это глагол. Занятие – это имя существительное. Заниматься – это глагол. Посмотрим. Имена существительные. Сомнения. Это имя существительное второго склонения. Колебание – второе склонение. Бег мужской род – второе склонение. Резьба кончается на А – первое склонение. Дело в средний род – второе склонение. Пахота – первое склонение, работа – первое склонение, козьба, ходьба. Женский род кончается на А – первое склонение. Труд – это мужской род, нулевое окончание, второе склонение. Дремота – женский род, первое склонение. Ненависть – женский род, третье склонение. Занятие – средний род и второе склонение. Сомнения – единственное число, колебания – единственное, бег – единственное, резьба, дело, пахота, работа, козьба, ходьба, труд, дремота, ненависть и занятия – это всё существительные, которые стоят в единственном числе. Посмотрим на глаголы. Сомневаться, колебаться – это глаголы, которые мы пишем с мягким знаком. Что делать? Сомневаться, колебаться. Это глаголы настоящего времени. Бегать, резать, делать, пахать и работать – это всё глаголы настоящего времени. Косить, ходить, трудиться, дремать, ненавидеть, заниматься – это глаголы. Настоящего времени. Подберём синонимы к слову «дело». Это слова «работа», «труд», «занятие». Выполним фонетический разбор слова «резьба» и «козьба». «Резьба». «Резьба» – транскрипция. Два слога. Буква «Р» – звук «Р» – согласный, сонорный, непарный, мягкий пар. Буква «Е» – звук «И». Это гласный, без удара. Буква «З» – звук «З», мягкий, согласный, звонкий, парный, мягкий пар. Мягкий знак звука не обозначает. Буква «Б» – звук «В», согласный, звонкий, парный, твёрдый, парный. Буква «А» – звук «А» – гласный, ударный. В этом слове шесть букв и пять звуков. Мягкий знак звука не обозначает. «Козьба» – транскрипция «Козьба». Два слога. Буква «К» – звук «К» – согласный, глухой, парный, твёрдый, парный. Смотрим на соседа. Буква «О» – звук «А» – гласный, безударный. Буква «С» – звук «З», согласный, звонкий, парный, мягкий, парный. Мягкий знак звука не обозначает. Буква «Б» – звук «В», согласный, звонкий, парный, твёрдый, парный. Слово «Буква «А» – звук «А» – гласный, ударный. «Козьба» – шесть букв и пять звуков. Возникли вопросы? Оставьте комментарии от видео.